Детское отделение Свердловской поликлиники Щелковской городской больницы. Здесь оказывают медицинскую помощь более шести тысячам маленьким пациентам. В начале этого года сюда пришел работать врачом-педиатром, выпускник медицинского факультета Чувашского госуниверситета Бахтовар Касымов. В этом ему помогла программа «Приведи друга», которая действует в регионе с 2022 года. Она направлена на поддержку медицинских работников и увеличение их штата. О имеющейся вакансии в поселке Свердловский Бахтовару сообщил его товарищ, теперь еще и коллега. Ну, поначалу было, конечно, сложновато, но потихонечку мой друг мне помогал. Поэтому мне здесь, ну, я быстро привык, так как мне очень хорошо помогал коллектив. Бахтовар Касымов рассказал, что немалую роль в выборе места работы сыграли действующие в отношении приглашаемых медработников государственные меры поддержки. Конечно, тут во всем поддерживают врачей за аренду жилья. Платят достаточно, чтобы снять квартиру. Зарплата тут очень хорошая. Ну, тем более врачам, которые только начинают, я в целом доволен, что сюда приехал. Врач-педиатр Касымов сейчас выполняет целый ряд должностных обязанностей. Выезжает на осмотры детей, оформляет родителям больничные листы, вместе со своими коллегами принимает меры по инфекционным заболеваниям, участвует в контроле карантина в учебных учреждениях. Его коллега, участковый врач-педиатр Татьяна Рамазанова, которая работает здесь более 10 лет, отмечает важность появления в Московской области государственных программ привлечения специалистов-медиков. В специалистах, конечно же, у нас очень большая потребность. В специалистах-врачах, в специалистах-медсестрах, в узких специалистах. Это, конечно, да, и это вообще первоочередная задача нашего здравоохранения на сегодня обеспечить и сделать более доступным медицинскую помощь в Московской области и, в частности, в Щелковском районе, и именно в нашей Свердловской поликлинике. Напоминаем, что в Московской области по целому ряду должностей, по которым медработник принимает обязательство проработать не менее пяти лет в сельской местности, положена компенсация. Она достигает до двух миллионов рублей в зависимости от условий. Андрей Циханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.